Святые страстотерпцы Борис и Глеб стали первыми князьями, нашими соотечественниками, которые приняли мученичество и тем самым прославили Бога. В день памяти этих святых в Борисо-Глебском, надворатном храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, была совершена Божественная Литургия. Крепкий фундамент – залог успеха в строительстве любого сооружения. Если же основание дома будет зыбким и неустойчивым, то и само здание со временем рухнет, и на его месте останется только груда кирпичей. Церковь же подобна Величественному дворцу, который крепко стоит на твердом основании на своих святых. И в сегодняшний день мы вспоминаем тех, кто своей жизнью и страданиями показал всем, что они являются твердыми столпами православия. Святые страстотерпцы князья Борис и Глеб были сыновьями святого благоверного князя Владимира Святославича. Святые братья родились еще до крещения Руси, но после они приняли святое крещение и стали добрыми христианами. К сожалению, человеческое лукавство и жажда славы затмевает умы людей. Не исключением стал и старший сын князя Владимира, Святополк, который хитростью захватил власть в первопрестольном городе Киеве и решил устранить своих ближайших конкурентов на правление своих братьев Бориса и Глеба. Видите, он не находит в себе даже элементарной смелости выйти в бой со своими братьями для того, чтобы в единой схватке определить силу и этой силой захватить себе власть. Нет, он лукаво действует. В отсутствии всех его братьев в городе Киеве он самовластно занимает княжеский и киевский крестом, а затем посылает убийц. Борис и Глеб знали, какая участь их ожидает, и они решили, что лучше им умереть, чем пойти в войну и против своего старшего брата. Им суждено было принять мученическую кончину. Но оставаясь твердыми в вере, князья Борис и Глеб навсегда увенчаны венцами святости. И так же церковь, помимо священного писания, в назидание преподает нам с вами жизнь святых, которые всю свою жизнь положили для того, чтобы выйти за Христом. А многие из них и не пожалели своей жизни, пролили свою кровь и тем самым засвидетельствовали преданность матери церкви и являются основанием церковным. Кровь мученическая, они свидетельствуют нам о том, что нет, и никто и ничто не разлучит, нас с вами от любви Божьей, что нет больше любви, нежели положить душу свою и тело свое за други своя. И в этот праздничный день в любимом для многих одесситов, а также студентов Одесской духовной семинарии храме в честь святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба состоялась праздничная божественная литургия, которую восславил преосвященнейший Виктор, епископ Арциский. Святые страстотерпцы Борис и Глеб стали первыми нашими соотечественниками, кто прославил Церковь Христову Бога. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит» – тот лжец. Святые братья сделали то, что было еще новое непонятное для языческой Руси, привыкшее к ровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти.